Беларусь-2 Миссия международных наблюдателей от АБСЕ встретилась с членами Гомельской областной комиссии по выборам президента Республики Беларусь. Стороны обсудили некоторые вопросы проведения избирательной кампании в регионе, в том числе на территориях пострадавших в результате Чернобыльской аварии. Что интересует международных наблюдателей и чем сейчас занимаются избирательные комиссии, узнали наши корреспонденты. В начале встречи международных наблюдателей и членов областной избирательной комиссии общая информация. Сегодня на Гомельщине работают 26 территориальных и 1070 участковых комиссий, в составе которых немногим более 11 тысяч человек. Задача – создать для всех кандидатов равные условия для агитации. Только в Гомеле определены 20 помещений для встреч с избирателями и 10 площадок для организации митингов и пикетов. Плюс более 100 мест для размещения плакатов и листовок. Главное условие – доступность для людей, к примеру, на тех же остановках общественного транспорта. По информации областной избирательной комиссии, сейчас на территории региона более-менее активную агитацию проводят трое из четырех кандидатов в президенты. Наиболее активно сегодня проводят, конечно, агитационную работу доверенные лица действующего президента Республики Беларусь, Лукашенко Александра Григорьевича. Пикеты проводят доверенные лица Короткевича Татьяны Николаевны, Гэдукевича Сергея Васильевича. Членов миссии международных наблюдателей АТБСЕ интересует все. Каким образом можно будет попасть на участки, расположенные на территории воинских частей. Какие политические партии выдвинули своих представителей в состав избирательных комиссий. Каким образом будет организовано голосование на пострадавших территориях, где проживают так называемые самоселы. И одновременно советы вроде размещения списков избирателей не только на участках, но и на сайтах территориальных комиссий. Кстати, контролировать ход избирательной кампании на Гомельщине будут 4850 так называемых внутренних наблюдателей и несколько международных миссий. Наши наблюдатели, они у вас постоянно работают. Мы очень серьезно наблюдаем факты. И все эти факты мы будем их написать в конечном итоге после выборов. В Гомеле прошла международная конференция по вопросам применения современных подходов в нейрохирургии. Среди участников ведущие нейрохирурги из Беларуси, России, Германии и Турции. Кроме обмена опытом в программе проведения мастер-классов и посещения отделения хирургии позвоночника. К слову, его открытие состоялось в Гомельской областной клинической больнице также на минувшей неделе. По словам медиков, отделение соответствует самым строгим мировым требованиям. Обо всем по порядку далее в сюжете. Обмен опытом, демонстрация современного оборудования для лечения нейрозаболеваний и мастер-класс от ведущих немецких специалистов по баллонной кифопластике. На практике это лечение переломов позвоночников по причине недостатка в них кальция. Сегодня в клиниках Германии, пожалуй, самый большой опыт в проведении таких операций. И этим опытом здесь не против поделиться и с белорусскими коллегами. Тем более, что в нашей стране в последнее время делаются значительные шаги по внедрению современных технологий. Еще совсем недавно сложные нейрохирургические вмешательства проводились только в Республиканском научно-практическом центре травматологии. Теперь уже и в Гомеле на очереди Гродно. И вот этот центр буквально был перегружен в плане санавиации и оказания экстренной помощи при повреждениях позвоночника, особенно ныряльщиков, падений с высоты. И единственная бригада, которая по всей республике выезжала каждодневно по несколько раз на день, это было в РНПЦ травматологии. Конечно, время здесь при этих повреждениях играет основную роль. Поэтому было принято решение, чтобы создать у нас в стране такую диагональ. Гомель, Минск, Гродно. Во время работы конференции – внимание всем аспектам нейрохирургического лечения. Доклады часто узкопрофессиональные и для неспециалистов не очень понятны. Но один вывод может сделать каждый. Сегодня белорусские медики ни в чем не уступают своим зарубежным коллегам. Причем останавливаться на достигнутом никто не собирается. Планы на ближайшую перспективу у отечественных хирургов не менее масштабные. Необходимо освоить технологии эффективной послеоперационной помощи. Это эндоскопические виды помощи, это лазерная хирургия, это те методы хирургической помощи, когда пациент после операционного стола может практически через несколько дней приступить в полноценную жизнь. За день до начала международной конференции в Гомеле состоялось открытие отделения хирургии в областной клинической больнице. Этого события здесь ждали давно. Ранее пациентов с травмами позвоночника приходилось ввести в Минск. А это время крайне необходимое для спасения. Еще один плюс Гомельского отделения – современное медицинское оборудование. И как следствие применение самых передовых технологий. Выделились новые технологии, появились новые методики. Совершенно другой подход к лечению повреждений позвоночника. Совершенно другой подход к лечению заболеваний. В Ельском районе состоялась 12-я сессия Гомельского областного совета депутатов. В ней приняли участие члены Совета Республики и депутаты национального собрания, председатели районных советов депутатов. Участники обсудили рациональные и эффективные подходы в использовании земельных ресурсов региона. О конструктивных предложениях наш следующий материал. Главная цель работы по благоустройству – найти хозяина каждого квадратного метра неиспользуемой земли, чтобы в будущем она приносила экономическую прибыль. В деревне Половке Млынокского сельсовета на данный момент проживают всего 14 человек. Осталось много заброшенных зданий и сорняков. Однако ситуацию, которая наблюдалась в прошлом году, быстро исправили. Активная работа продолжается сегодня и в остальных деревнях. За этот год у нас было снесено 113 домовладений. И вся земля буквально до гектара передана. Получается, 57 гектаров передали в земли сельхозоборота и 13 гектаров в лесхоз. И вы прекрасно можете увидеть, что сегодня земли обработаны. С этой земли уже был собран урожай. Урожай, я считаю, для первого года неплохой. За последние 4 года в Ельском районе было снесено почти 1300 заброшенных домов. Земля, где находились здания, долгое время не пустовала. Почти сразу она была передана в хозяйственный оборот, сельхозпредприятиям или лесхозам. Цель наша общая заключается в том, чтобы мы объединили все свои усилия, как власть, так и наше население, в деле наведения и поддержания порядка. Земля должна приносить пользу, в чем бы она ни заключалась. Будь то экономика, будь то какие-то социальные моменты. В целом же по области за последние 2 года в сельхозоборот было передано более 40 тысяч гектаров земли. Проведение выездной сессии на территории Ельского района – хорошая возможность на практике ознакомиться с работой, проводимой по благоустройству и поделиться своим опытом. И если компетентные лица объединяют свои усилия, это значительно упрощает решение общей задачи. Самая главная цель, чтобы люди, которые проживают, в том числе в глубинке, чувствовали себя комфортно. Поэтому я уверен, что сегодня сессия удалась. Много увидели, я отобщался со своими коллегами, с депутатами областными, значит с районными. И вот вижу то, что польза от этого очевидна. Люди что-то подчеркнули для себя, что-то извлекли, какие-то, может быть, моменты, которые потом в дальнейшей своей практической работе будут применять. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И концертная программа. Какой он современный учитель, выяснили наши корреспонденты. Быть педагогом призвания – эти слова могло бы повторить не одно поколение учителей Гомельщины. Кстати, на территории нашего региона качественное образование получали еще в Средневековье, например, в коллегиуме Юровического монастыря. Сегодня в системе образования области работают более 60 тысяч человек, половина из которых – непосредственно учителя. В этом году организаторы праздника предусмотрели ряд номинаций, победители которых люди действительно уникальные. Учитель во фронтовой гимнастерке для ветеранов педагогического труда. Молодой учитель для тех, кто, несмотря на возраст, уже достиг значительных успехов. Учитель немецкого языка средней школы номер 49 города Гомеля Денис Шинкевич хорошо знает, что все дети одаренные и талантливые. Главное – выявить эти качества. Главное – я учу чему? То есть главным навыком является говорение, восприятие речи на слух. Это очень важный момент. То есть дети не должны учиться писать, читать. То есть это в любом случае обязательно, но главное, чтобы понимали иностранцев и умели высказывать свою точку зрения. Говорят, что учитель – это не профессия, а судьба. А потому и стать им может не каждый. В последнее время на Гомельщине создали целую систему поиска и последующие профессиональные подготовки учителей. Работа начинается еще во время учебы в школе, что в итоге позволило не только решить кадровую проблему, но и поднять региональную систему образования на новый уровень. Рассказываем ребятам, да и они сами видят, чем занимается учитель. И после окончания среднего учебного заведения, будь то лицей, гимназии или обычная школа, ребята имеют возможность получить целевое направление для поступления в педагогические вузы. После окончания они возвращаются на свою малую родину. Поэтому проблем у нас по подготовке кадров особых нет. Глобальных каких-то изменений у нас не планируется, а плановая работа по подготовке кадров будет проводиться и в дальнейшем. На этом наша программа завершена. Смотрите «Стафету новостей» по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Дмитрий Котов. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова